Дай почитать. В 2010 году Басинский написал популярную в широких и разнообразных читательских кругах книгу «Лев Толстой. Бегство из рая». Затем в 2013 не менее увлекательную «Святой против льва» Иоанн Кронштадтский и «Лев Толстой. История одной вражды». В 2015 «Лев в тени льва». И, наконец, «Лев Толстой. Свободный человек». Писать Басинскому было трудно, потому что биографий Толстого много, но он смог создать очень интересную, современную биографию Великого Старца. Любопытно, что некоторым своим книгам автор дает определение роман. Вот и «Лев Толстой. Свободный человек» — роман, но не совсем канонический. В нем пять частей, пять ступеней к разоблачению легенд и мифов. При этом Басинский умеет выдержать баланс между билетаризованным повествованием, любопытными и глубокими авторскими размышлениями и обращением к цитатам. Разумеется, на 412 страницах трудно разместить обширную биографию Великого Писателя. Басинский смело и последовательно развенчивает стереотипы и стремится к более глубинному пониманию Льва Толстого. Вначале автор уделяет внимание его детству, а затем смерти родителей, дворянскому разгулу, службе в армии, творчеству до 1881 года и после 1881 года. Такое деление оправдано. Семейным делам, стяжательству, духовному перевороту. Павел Басинский написал хорошую книгу о Толстом писателе и мыслителе. Это книга о непрерывной борьбе, о поисках истины, о духовном становлении человека. Басинский отвечает на вопрос о том, что было главным, а что второстепенным для Толстого. Первостепенным – это радость жизни. Например, его цитата «Человек должен быть всегда радостным» или «Жизнь должна и может быть непрестанно радостной». Басинский расскажет о том, удалось ли Толстому в полной мере ощутить чувство неприходящей радости жизни и почему Толстой остается самым свободным человеком. До новых встреч, дорогие слушатели!